Официальный фан-шоп футбольного клуба Сталь представляет Самый широкий ассортимент футбольной экипировки и атрибутики Спортивные аксессуары и инвентарь Сталь. Твоя команда. Твой стиль Адрес фан-шопа футбольного клуба Сталь Город Каменское, Проспект Гимназический, 44 Здравствуйте! В эфире программа «Время Стали» на телеканале МИС И мы продолжаем показывать нашим болельщикам эксклюзивные интервью футболистов Отчеты о матчах и яркие сюжеты о команде Это 12 выпуск и сегодня в нашей программе Интервью с полузащитником ПФК «Сталь» Марьяна Мысыком Катастрофа. Просто, чтобы было цикловище Влишку переважно Контрольные поединки в Турции И послематчевое интервью с Антоном Кравченко и Романом Карасюком Сталь Ю-19 в борьбе за кубок при Днепрове Когда игра удается, тут два варианта Либо соперник позволяет, либо мы такие талантливые 17 февраля Сталевары провели два контроля в поединках Утром соперником каменчан стала команда Первой Лиги Украины Черкасский Днепр А уже во второй половине дня состоялся заключительный спарринг на турецких сборах Где Сталь встретила середняком чемпионата Узбекистана Ферганским Невчи Результаты поединков и интервью с игроками нашей команды Увидите далее в нашем материале В первом контрольном поединке игрового дня Каменчане встретились с хорошо знакомым По весеннему противостоянию в Кубке Украины Черкасским Днепром Незадолго до свистка на перерыв Черкащанам удалось провести результативную атаку Это Старчоусу удался точный удар Во втором тайме на 69-й минуте Сталеварам удалось восстановить статус-кво Камвалиус падал с правого фланга И Эдгар Малагян головой переправил мяч в сетку В украинском дерби на полях Турции Итоговые 1-1 Ближе к вечеру наша команда провела еще один контрольный поединок На этот раз соперником Сталеваров Стал футбольный клуб Невчи Представляющий узбекский футбольный высший дивизион Ферганцы по-хорошему лишь дважды В первом тайме угрожали воротам Сталеваров Сперва их дальний удар приняла на себя стойка А чуть позже арбитр матча Углядел у Шабанова игру рукой В своей штрафной площади 0-1 после пенальти, который реализовал Хакимов Впрочем, еще до перерыва Наши ребята смогли восстановить равновесие Леандра навесил с левого фланга И Васин головой переправил мяч в сетку Тем самым забив свой третий гол на сборах Став лучшим бомбардиром команды этой зимой Во втором тайме команды еще по разу огорчили друг друга За Невчи дубль оформляет Хакимов А под занавес поединка с передачей Все того же Васина Кравченко головой устанавливает окончательный результат 2-2 Вышел, помог команде Забил гол Я думаю, для защитника это хорошее достижение Игра получилась такая сумбурна Багато было разных моментов Спешилось с мячом распоряжаться Было много помилок детских таких Что можешь сказать в целом о сборах? Что для тебя было самое тяжелое? Психологично находиться в месте с Турцией, напевно И далеко от семьи, это, напевно, самое было важное А все остальное Терпимо, терпимо, можно было все переосилить У нас появился новый стиль игры Вот Который вы видите в чемпионатах Украины Ну, звичайно, есть вплив тренерского штаба на это И выдача, самая выдача, в первую очередь футболистов То есть все самое главное, чтобы оно все перешло в чемпионат Марьян Мысок покинул ряды Стальваров в начале вторых сборов в Турции Полузащитник получил травму и был вынужден вернуться в Киев для прохождения медосмотра Нам удалось пообщаться с игроком и узнать ответы на самые любопытные вопросы Марьян, здравствуй И в начале хотелось бы, чтобы ты рассказала о своей футбольной карьере И как начался твой футбольный путь Привет, Оля Моя карьера началась в маленьком местечке Радехи Где я учился, вырос, жив Там было маленькое поле построилось штучное Где я пропускал школу Часто зависал там до ночи, бегал Было тяжело меня там вытянуть И там началась моя карьера футбольная А чья это была инициатива? Это твоя или родители захотели? Там мама, папа, пересет Был такой случай, где я там, как турнир у нас проводился в Радехове И там я играл, как заявились мы с командой И там был, так как агент, можно сказать И, ну, побачив, как я играл И просто запросил, ну, покликал до себя Запросил, сказал, чи я не хочу десь попробовать свою футбольную школу Я сказал с удовольствием, так, давайте попробуем И все, и так все началось Потім на наступный день мы поїхали до Львова На Оглядини Тоді ще была команда ФК Львів такая И все, и там И тебя взяли в Львов? Да, тоді Там я приїхал на одне, друге, третье тренування И сказали, что меня берут Я был дуже сильно задоволен и раден А не было какой-то прерогативы уйти в какое-то другое русло? Возможно, были какие-то интересы помимо футбола? Не, я тут тільки футболом захопливался на тільки футбол, мяч, футбол Тільки футбол був Все футболисты, естественно, мечтают играть за национальну сбору Украины У тебя, можно сказать, эта мечта реализовалась Тебя вызывали за молодежную сборную Каково это быть игроком сборной, ну пусть даже молодежной? Ну, сборная для меня окремая тема, окремый виклик Там зовсім інші эмоції, інший настрій Є разные моменты, такие, что я не могу передать вам Например, ты, когда стоишь и спеваешь гимн, тебе мурашки идут по шкаре То что-то незвичайное А ты понимаешь, кстати, слова гимна? Так, так Можу, могу на камеру заспевать Можу просто словами переказать Еще не вмерли Украина, ни слова, ни воли Еще нам, братя-украинцы, усмехнется доля Згинуть наши враженки, як руса на сонце Запануем имя, братя, у своей стороне Душу и тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы братья козаць в город Браво! Возможно, и свадьба в скором времени планируется Всего свой час, главное не спешить, еще Треба футбол, сейчас главное футбол Насколько я знаю, вы с девушкой живете в разных городах Каково это вообще? Жить на расстоянии, любовь на расстоянии? Важко, важко, але десь идти на какие-то вступки, компромиссы Ну, если любишь, то будешь ждать В Стале ты уже третий год Что можешь сказать о коллективе и клубе в целом? Сталь, хороший клуб, коллектив, коллектив дуже хороший Я пришел, меня хорошо приняли, все допомогали Только хорошие отгуки, можно сказать У нас вот есть новая рубрика Самый-самый От Марьяна Мысака будет Смотри, я тебе называю характеристику Или черту характера, да? А ты, не задумываясь, называешь человека Который соответствует этой характеристике Договорились? Из команды Давай так Самый добрый Макза Дерака Самый стильный Самый стильный Их, Меликан То сдубляли мне Ну, я не знаю, он стильный, он стильно вдягається Самый ответственный Рома Дебелко Самый трудолюбивый Марьяна Мысака Самый, договорились, самый обаятельный Милоша Милоша, да? Да Самый юморной Дан Васин Ну и давай завершим Самый дружелюбный Дружелюбный Думаю сказать Макс Калинчук Подходит Подходит Дружелюбный Можешь назвать сильную сторону каждого из них Так И потом Иопа Был Иопа Больше мягкий тренер Больше При нём можно было что-то себе позволить Больше Больше Я себя вуляжнейше почувал при нём И сейчас Леонид Кучук Два недели я пребывал на сборах Я еще его так не очень хорошо знаю Но встыг за два недели Только хорошие впечатления И хороший тренер Тебе не удалось продолжить сборы вместе с командой Расскажи болельщикам Что же произошло И как ты себя чувствуешь сейчас Был удар в колено И просто после него я не смог продолжить тренувание Колено распухло Был просто боль Боль при простом трусине Просто как бігти не мог И снимок робил МРТ Показало там воспаление связок Ну и отек Что говорят медики Когда ждать твоего восстановления Медики Ну я уже Майже можно сказать восстановился Я уже так два тижня пропустил И зараз Працюю индивидуально С реабилитологом Зал И підтримую форму Дубль Да, вот мы заметили тебя В расположении молодежной команды Стараешься держать себя в тонусе И какой твой график На ближайшее время расскажи Двухразовое тренувание Сегодня одноразовое было Завтра двухразовое Після завтра двухразовое Потом, по-моему, два дни буду вихідного в дубле Но у меня вихідних не будет Я буду в зале Буду пробежку какуюсь робити Буду займатися А чем занимаешься свободно от тренировок в Риме? То что в бильный час Відпочиваю в ліжку переважно Десь на якийсь фільм сходити подивитися Приставка, музыка Просто відпочиваю Вот насчет представки Многие футболисты увлекаются Этой игрой, возможно, ты играешь в PlayStation За какую команду? Мені більше PlayStation подобається, чем Xbox Команду граем з друзями На віджимання, на всякі бажання Просто щоб було цікавіше А любимая команда Ну, немає любимої команди Переважно я беру Manchester United Не знаю Просто Просто подобається команде А вот в реальной жизни за какую команду би хотел сыграть? В реальному житті? Не знаю Думаю Ну, я там зараз скажу Якась там Real Barcelona Я думаю, у мене такий погляд, думка, що все треба поступово пройти, наприклад, той дубль, першу команду, потім чуть-чуть вище, чуть-чуть вище Я не думаю, що гравец Сталі може зараз грати в Барселоні Всьому свій час У тебе є футбольний кумір? Ні Думаю Кумирів нема для мене Я сам собі кумир Треба рівнятися, не знаю На себе Більше над собою працювати І так, дивитись там, як грають Месі, Роналду І брати від них все саме краще І працювати над собою Якщо повернутися до команди, до Сталі Є вероятність, що во второй частиці чемпіоната ми побачимо совершенно нову команду, совершенно другу ігру, тактику Я думаю, так, буде більш агресивний футбол, ми побачимо більше голів, зовсім інший стиль гри Буде навіть цікавіше дивитися за грою, більше схеми, буде загалом цікавіше, я думаю Уже ждемо, з нетерпення У нас є рубрика «Собери команди друзей» Вот ти можеш зібрати свою зборну із ігроків української прем'єр-ліги? На воротах поставив би я п'ятого Справа, зліва б мене грав би Воронін Центр, хто центр? Коля Іщенко Ракетський Тут була б зв'язка в мене така Справа Марсела б поставив зграв Ну, нехай буде В центрі упорна зона Степаненко б грав Центр І я б в центрі грав би І нехай буде Віктор Коваленко в центрі І зліва б я поставив би Макса за Дераку Центрального б б Ромчика Дебелка І справа б Вориста Кузик Я так шоб Отлично Своїх надо Та, свих тратянути А кого ти б видиш тренером этой зборной? Тренера? Я гвардіолу б поставив, щоб у нас тренерував І все А ту українську Нехай нас Кучук тренерує І зараз він тренер Леонид Кучук Я думаю, що це добре Щоб вжимати максимум з футболіста, що він може Думаю, це хороша риса для тренера Що для нього важне футболістю? Ти успіла вже заметити? Важливо Я думаю, він підходить дивиться спочатку Як ти, як людина Риси, футбольні риси В кожного є плюси, в кожного є мінуси Я думаю, він собі їх відмічає Як тренер Спасибо тобі, Мар'ян, за інтересний розговор І за це інтерв'ю Дякую, і тобі взаємно Було приємно з тобою Випити чашку чаю Посидіти Дякую А далі в програмі страничка, посвіщена Кубку Приднепров'я Где наші юніори набираються опыта З більші старшими соперниками Во второму турі сталью 19 Встретилась дважды бронзовим призером чемпионата Днепропетровської области Командой Скорук А вже в заключителем турі групового етапа Стальювары сыграли з командою Запорожької області Таврейський Откровенно говоря, сложно було рассчитывать на равну борьбу Во взрослом футболі Но временами у Стальюваров получалось довольно грамотно, задорно І, якщо хочете, по-юношески дерзко противостоять Куда більші опытним соперникам Коли игра вдається, тут два варіанта Либо соперник позволяє, либо ми такі талантливі Але я думаю, що соперник нам просто позволяло играти Ми, якби, строили гру, старались Я і сказав, хлопці, ми не приїхали, щоб просто отстояти, щоб нам менше забили А ми старались играти в футбол Местами получалось Виходили з оборони хорошо То, що і просил розреш отворот, вони просто били куда-то Старались через контроль м'яча вийти в атаку Але не все получалось впереди То есть у нас є проблеми, ми це понимаємо, що у нас є проблеми впереди І все ж конечний результат оказався на стороні бронзових призеров Двух предыдущих чемпионатів Днепропетровській області На 69-й минуті Богачаров вводить Тамакарчан вперед А спустя ще 10 минут Каварма устанавливає окончательний результат поединка 2-0 в пользу футбольного клуба Скорук Просматрюємо игроків обратно же Смотрим, зараз приїхали до 2000-го года ребята к нам В целом, по ігресі сказати, ігра, я думаю, хороший бойок для ребят проявили характер Да, допустили більше ошибок, тому що мене все-таки все понимають, я понимаю, що молодой футболист, він горячий, не контролює емоції, де-то теряє свою концентрацію в игрі В итоге ми подіряли полузащинника центрального, випустили на цю позицію в опорну зону игрока, він не так хорошо вошел, краснопольський ягарик Вот, і сразу з обреза получили необязательно обратно жву Це завжди психологія, коли, знаєте, ігра равна, і ми не заб'ємо, вони не заб'ють, завжди, завжди, щоб, може, вииграємо, може, вииграємо Ну, і в итоге сразу получили обратку 1-0, психологически ще неустойчив, і второй сразу вже, як кажуть, в догонку Ну, в цілому, якщо дивитися, гра, в принципі, краще, чем була первая, це вже добре, постепенно набираємо форму, ну, будем, думаю, стремиться, смотреть ребят Може, більше укомплектуємося, ну, я думаю, що на правильному пути, думаю, що все впереди Спустя несколько дней Сталивары сыграли, як выяснилось позже, заключительный матч на турнире Да, були шансы пройти в плей-офф, но і в поединке Ставрия і Скиф на победу, выдав в первом тайме красивый і результативний футбол, наші юніори все ж не наиграли Под заряди, приехавших на матч із Камінського Ультрас, Сталивары доволі резво взяли на взлете поединка Уже к 14-й минуте счет был 2-0 в пользу Белых На 11-й минуте Устименко открывает счет в игре, а спустя еще три оборота секундной стрелки Краснопольский удваивает перевес нашей команды Лишь под занавес первого тайма Акопян сумел сократить разрыв в счете, отквитав один мяч Начали неплохо, забили первый гол, потом забили второй гол, вот, были ряд моментов еще, то есть первых 30-35 минут первого тайма играли организованно И могу сказать, что как в обороне, так и в атаке глобальных ошибок не сделали В принципе, никому как бы претензий можно не предъявлять Во втором тайме на поле доминировали в основном наши соперники В конце концов, физика и опыт сыграли свою ключевую роль и как итог 4 мяча в сетке наших ворот 2-1, в принципе, закончили первый тайм, во втором тайме начали вроде ничего, но обратная инициатива Видно, что мужчины подготовлены, взрослая команда более физически сильнее Наши ребята начали выступать, проигрывать единоборство Плюс не хватило именно физических кондиций, чтобы держать ритмы игры Поэтому начали проигрывать единоборство, то есть игровая скорость начала падать И в итоге начали появляться ошибки, которые начали приводить к голам В итоге сравняли счет на ошибки, игрок сохранял мяч, потерял, украл, забили 2-2 Третий мяч защитник начал обводить игрока, детская ошибка, 3-2 Ну, а это уже прелюдия того, что 4-2 и 5-2, это уже, будем говорить, что психология неустойчивая Чуть-чуть, будем говорить, поплыли Уступив 2-5 в последнем поединке группового раунда, команда юниоров покидает Кубок Приднепровья С высоко поднятой головой и бесценным багажом футбольной науки Будем работать, я думаю, что уже проблески есть Уже видим, кто на морально-волевых играет и через усталость хорошую, через боль Кто, нет, поэтому будем делать выводы, ну и тренироваться дальше Наше эфирное время подходит к концу Напоминаем, что на этой неделе начнется вторая часть чемпионата Где Сталь встретится с Донецким Олимпиком Об этом поединке и не только поговорим в следующем выпуске программы Всем нашим болельщикам и зрителям ярких футбольных эмоций До встречи через неделю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»